Девлет Бахчели Уйгуры приветствовали закон о прекращении принудительного извлечения органов, принятый в Палате представителей США, одобрив прогресс, достигнутый правительством США в борьбе с торговлей органов. Законопроект 1154 был принят большинством голосов. За проголосовали 413 человек, против 2. Закон дает правительству США право продолжать предпринимать конкретные шаги против принудительного извлечения органов Китая. Он вводит санкции против физических и юридических лиц, причастных к этой практике, включая запрет на экспорт оборудования для хирургии и транспортации органов и прекращение обучения хирургов-трансплантаторов. Теперь законопроект перейдет в Сенат для дальнейших обсуждений. Базирующийся во Франции Европейский Уйгурский институт подал в суд на ведущие мировые компании по производству одежды за поддержку нарушений прав человека, совершенных в отношении уйгурских турок в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и других частях Китая. Выступая перед Никей Эйши, Дилнур Рейхан, президент Европейского Уйгурского института, обвинил компанию Uniqlo Fast Retailing, компанию Zara Inditex и Sketchers в участии в строительстве управления и надзоре за лагерями, в которых содержатся уйгуры. Рейхан, который обвинил компанию в игнорировании нарушений прав человека, отметил, что производители одежды используют принудительный труд уйгурских турок. Согласно отчету Bloomberg, Китай близок к подписанию 27-летнего соглашения. с Катаром, предусматривающего закупку 4 миллион тонн СПГ в год. В соответствии с соглашением, китайская компания CNPC будет владеть 5-процентной долей производственной площадки на северо-востоке Катара. Лидер, правящий в Южной Корее партии народной власти Ким Ги Хен, предложил лишить граждан Китая, проживающих в стране, право голоса на местных выборах. Как сообщает Йонг Хаб, Ким заявил в своем выступлении в парламенте, что на местных выборах, состоявшихся в стране в июне 2022 года, проголосовали около 100 тысяч граждан Китая, проживающих в Южной Корее.